ребят всем огромный привет с вами серега стилов это новая серия стилов дэйли добро пожаловать наши ежедневные видосы ставьте лайкос авансом как обычно со всех устройств прямо сейчас и мы начинаем и начинаем эту серию с наших ежедневных будничный дней привези отвези отдай и так далее самого утра сходил зал конечно же круто позанимались димоном тренером я кстати меньше стал снимать зал на влог но надо мне кажется взбодрить атмосферу зальную и чуть поснять обязательно в будущем так обычно просто делаю stories кто подписан тот все видят и собственно смотрят сейчас расскажу что у меня сегодня по плану после зала поехал отдал диск от gtr отдал сказали что буду делать будут смотреть и надеюсь что все-таки сделают далее я был с прицепом прицеп отвез на обслуживание нашел просто на доске объявлений ребят вроде адекватные поэтому приехал туда отдал им прицеп объяснил что надо сделать когда мы ехали с казани у нас тормоза пару раз зависали и в принципе получается последнее время стали странно поскрипывать тормоза хоть прицепы новые упала в прошлом году вы прекрасно помните но на нем уже пробег получается наверное около десятки мне так кажется поэтому его стоит обслужить собственно сказали в круг его посмотрят подшипники посмотрят посмотрит тормоза собственно обслужит вроде как оптику мне сейчас вышли у меня есть комплекте к новой оптики за что огромное спасибо моему подписчику подогнал мне если это все подойдет то и оптику сделают вообще сказал просто причешите прицеп чтобы он адекватно еще я жду очень сильно так сказать звоночек от витя спидшоп кб мы будем доделывать прицеп это уже давно очень ему записан еще когда мы ездили в москву на этапе тогда я с ним связался и он сказал после казани он постарается меня взять сейчас он доделывается ли у парков и сразу после парков вроде как меня берет с прицепом и мы хотим там кое-что доделать я хочу чтобы у меня адекватно залезал секс туда они в притирку есть идеи как там все это реализовать поэтому витя сказал что возьмется и попробовать реализовать здесь ребята тоже кастомом занимаются прицепов я так понимаю но я им под накидал задач примерных антики типа да не не мы уже не занимаемся и главное давайте просто обслужим мой все следующая у нас задача я сейчас еду в ст тюнинг там секс давно готов уже несколько дней как готов надо его забрать секс как вы помните у нас был на детейлинг мойки его всего должны отмыть после казани потому что казань там нормально так сказать запылила тачку поэтому сейчас посмотрим результат и заберем секса на дальнейшие небольшие доработки во первых в бокс а во вторых на нем надо просто кататься и ездить прокатиться на нем точно надо ну и все в принципе у нас пока по планам все и так реально дел много потому что по всему городу мотался это в одной знаете там стороне то в другой сейчас прицепом но с прицепом в принципе нормально адекватно перемещаться по городу никакого дискомфорта так особого нет понятно что не так активно но собственно нормально еще по гтеру коля той бокс занимается гтером там есть и плохие новости и хорошие новости у короче там под развалился колокол посадочная под подшипник собственно сегодня если я доеду до колли то все вам покажу это тип плохая новость ничего вроде колокола там нарисовывались но конечно он стоит денег ну понятное дело по хорошему эту проблему у гтеров решать так заказом просто тюнинного колокола цельного из алюминия называется билет но конечно денег стоит там 4000 баксов это новый тюнинный но я так понимаю что с колоколом будут проблемы если у вас 1000 плюс сил то с колоколом постоянно проблема сейчас мы пока ну чтобы по-быстрому все сделать меняем его на бушный естественно свой отдадим восстановить но это тоже там недолго ходят как говорят и если уж там потом придется заказывать то ну чё придется так сказать подкопить на колокол и заказать вообще там конечно много еще запчастей которые можно поменять и с запасом чтобы было и вообще в принципе но gtr такая тачка который тюнинг во-первых безграничен в которую можно очень много денег вкладывать и соответственно ее дорабатывать это нормально и сами понимаете если бы это было там моя единственная машина то я бы конечно ну больше мог делать по этой машине но так как это не единственная машина не единственный проект крутимся как можем соответственно что очень надо то покупаем что не очень надо откладываем на потом я считаю что в моем случае это совершенно нормально потому что реально когда у человека там одна машина один проект у него реально можно пустить все силы все финансы когда проектов много разных то, конечно, тяжело так сделать, если у вас не овербюджет. Ну, это все логично, в принципе, всем понятно. Ладно, сейчас едем в ST-Tuning, благо ехать осталось-то пару минут. Прицеп отдал. Как забирать SX? Вот я и примчал в ST-Tuning, и здесь меня встречает SX. Ну, просто красавчик. Да, издалека видно. Постарались, дадим на славу. Реально, мне всегда приятно видеть машину, когда она чистая, знаете, когда она как новая, тем более это, ну, спортивная, дрифтовая машина, которая уже пережила два этапа, не считая тренировок. И я считаю, что она хорошо сохранилась, реально хорошо. Да, сплитеров пока не хватает, но даже без них она смотрится очень круто. В общем, в ST-Tuning произвели полную комплексную мойку данного аппарата. А именно, отмыли кузов, отмыли все арки, отмыли колеса, отмыли в багажном отделении, если это можно так назвать. Здесь все было пыли в песке. Также отмыли весь салон. Здесь тоже было все в пыли, в грязи. Все почистили, все протерли. Все просто по красоте, по чистоте. Как будто только выехал. Даже, наверное, чище. Еще из интересного, это подкапотное пространство. Здесь у нас неприятная царапина. Вот, здесь все начищено, намыто. Все блестит. Здесь тоже было все в песке абсолютно. Это прям красота. Ну и, как обычно, конечно же, на ребят оставляю ссылку на ST-Tuning. Вот это место, где я сейчас находится в Санкт-Петербурге. Также они скоро открываются в Москве, поэтому следите за новостями. И скидка по промокоду STILV 10%. То есть приезжаете к ним, обсуждаете там все работы, все ценники, говорите промокод STILV, и вам будет скидка 10%. Вы прекрасно, наверное, знаете, что они занимаются шинами и дисками, но также они занимаются плотно и детейлинг-услугами. Также любой тюнинг. Ну вот мы конкретно по детейлингу. Видите, какие автомобили. Здесь как бы вот там вот. Ну, сами понимаете, уровень достаточно высокий. Какие колеса здесь просто лютые. Поэтому ST-Tuning ссылка в описании. Ну, ребят, тут даже туалет, как в ресторане. Ну, смотрите. Это стиль лютый. Лучше, чем дома, как говорится. Новая футболка от Trailhead, кстати, очень клевая. Тем временем происходит мойка тундры еще. Да, ребята тут ее как надо отмоют. Мы, кстати, после Казани ее даже не мыли. Поэтому она все в комарах. А комары это плохо. Ребята, с X-Boost Motors. С ним будем проводить некоторые работы. Надо поправить двери. Они у нас вот так закрываются. Идеально. Это мы сделаем. Надо усилить вот там вот, в тех местах. Также надо произвести некоторые кузовные работы. Потому что расширение съехало. И колесо в арке там вот порвало чуть. Плюс его посмотреть после вылетов, да, получается. Мы еще не загоняли. Надо посмотреть. У нас до сих пор света нет. Мы вроде завтра обещали включить. Я вот жду. В том числе и Лавр ждем. Чтобы нам все окончательно зачекать. Ну, еще Саню ждем, Светяныч. Короче, всех ждем. Да, здесь нам надо по техническе посмотреть, все ли в порядке. Ну, и в принципе, можно дальше кататься, тестить. Давно я не снимаю бокс, потому что в гараже нету света уже неделю практически. Вроде тут процессы идут, но, конечно, в темноте не поработать. Поэтому Лавр тут на стопе, так сказать. Да и все, в принципе, на стопе. Я вернулся в СТ-тюнинг. И здесь, в зоне мойки, тундра уже отмытая. Как всегда, радует глаз намытая тачка. А кого не радует? Я думаю, у каждого из вас. Так что лайк за чистые тачки в сегодняшнем видео. Все четенько. Этот коричневый шоколадный снова блестит. В салоне бесплотной мойки. В следующий раз обязательно заедем. И в салоне уже все отмоем. Сейчас так чисто пропылесосили, а потому что спешу в следующее место. Ребята, я примчал в Токбопс. Мне кажется, только тут можно наблюдать такие автомобили. Прекрасно. Секс стоит. Но мы, конечно же, интересуемся другим автомобилем. Вы знаете даже каким. Здравствуйте. Собственно. В смысле? Тут было все разобрано. Что происходит? Николай, здравствуйте. Да, привет. Слушай, ну так звезды сложились, что у меня был зиповский колокол. И мы тебе его поставили. То есть машина уже по факту готова. Осталось поменять свечи. Лямбды мы местами поменяли. И надо будет посмотреть. А пины смотрели? Да, пины все посмотрели. Незамятые, незеленые, ничего. Если будет опять на это же ругаться, это, скорее всего, зеленка в мозгах. Что случилось? Твой колокол стал старого образца. Старые японцы делали железный подшипник. Он был впрессован просто в алюминии. И его просто разбивало. Мы начали делать как? Начали вытачивать. Вытачивали железную проставку. Впрессовали железную проставку. Потом подшипник, чтобы все это работало. У тебя было то же самое. Уже сделано? Да, уже сделано. Но вот эта проставка она выскошила. И все там не держит. Я понял. То есть, надо новую проставку делать еще больше, еще больше растачивать и запрессовывать. Это частая проблема, да, ГТР? Это частая, да. И японцы это увидели и начали делать рестайловые колокола уже с завода, уже с этими вставками. Но там идет, тут без топоров, а они сделали там три стопора. То есть, сама проставка, сам подшипник, чтобы все это, ничего это не ходило, не бегало. Я понял. Вот, и вот мы тебе поставили хороший рабочий колокол. А там тоже уже сделана поставка? Там уже сделана, да. Я додумал, что сейчас придется билет колокол заказывать. По-хорошему, да? По-хорошему, да. Понятно. Но я уже понял, что... Да, но это все, это до свидания сезон. Это все очень долго, муторно. Не, не, я к тому, что на запас, чтобы уже был. Ну, это надо заказать, да, чтобы... Ну, на такую машину стопудово он нужен. Да, да, да. Потому что все-таки обороты большие. Эти маленькие подшипники зачем там так сделали, ну, непонятно. Денежные обороты машины. Денежные обороты, да. О, сейчас продемонстрирую. Собственно, мой колокол. Вот он. Этого быть и не должно, да? Да. Вот эта проставочка, которая туда искушила. Вот, и сюда подшипник должен запрессовываться на прессу. А он его... А, я понял. То есть он вот это все гуляет, понимаешь? Так, ребят, чтобы вы понимали, у ГТРа блок, потом идет колокол, потом идет кардан. То есть не идет коробка, как у обычных автомобилей, идет кардан, а коробка находится сзади. Есть еще сцепление без сцепления, без дисков. Это демпфер. А, там есть вот такая же часть, я понял. То есть это вот так ставится. А, кстати, там пружинки живые были? Да. Да, прикручиваются к маховику. И все вот это вот, ну, демпфирует, все это работает. И вот этот твой, вот этот вот грохот, это вот, вот это все. Вот такие дела. Ну, конечно, вы сегодня, я так понимаю, утром начали и уже готово. Да. Все сделано, вот осталось только сетчик поменять. Класс. Можно поехать и ничего, это просто, если вот это вот... Лямбду проверить надо. Лямбду проверить. Срочно. Да. То есть это там же, то уже лезть в проводку, уже туда, в район бардачка, скажем так. Я понял. Так что вот, ну, по выхлопу, если ты дашь добро, я отгоню машину. Да, да. Сделаем. Конечно, добро. Потому что период отпусков и, ну, сварщика нет. Он вот. Понял. А еще у нас очень крупные изменения. На самом деле мы убрали сеточки из бампера. Да, давно их пора было убрать. Пока просто убрали. Сейчас дорогой Цвен продемонстрирует. Я сейчас видел ваш тест на видео. Смотрите. Да, это прикол. Настолько она защищает. Казалось бы, ну, типа сеточка, вот она. Дырочка. Дырочка. Охренеть. То есть воздух вообще, мне кажется, практически не попадает. Ну, воздух у тебя попадал. Не, ну, что-то сосет, понятно, откуда-то, из щелей. Сели-то все-таки есть, все-таки там, на фильтрах. Не, ну, понятно, да. Масло-кулер. Масло-кулер не охлаждалось. Так, а у нас там еще сверху-то радиатор идет. В него же тоже не попадает. Да, тоже снять. Потому что, видите, здесь в ГТРе у меня вот здесь фильтр. Вот здесь фильтр. Здесь у нас ничего нету. А здесь у нас идет стоковый масло-кулер. Честно, я бы тоже поменял. Поменял прям или помыл? Ну, посмотри, все соты, они загнуты. Да. Слушай, а там надо менять их на ГТР-овский, либо... На ГТР-овский. Тюнинг можно сделать. Почему? Можно АМС-ки поставить, он больше и толще. Не, а они типа не на анфитингах или нет там? Не, не, не. Нет. Они прикручены, как на всех Ниссанах. Кланятся и прикручиваются. Понятно. Так, вы сейчас решили вопрос с ситрабом. Не, ну можно заколхозить. Почему? Можно же этот выкинуть, все это дело. Вот здесь варить на этом такие же. Сюда варить фитинг, да, и все это дело прикручивать. Да, это было бы интересно. Тоже делали. Тоже делали? Ну, делали, да, ставили тюминг. Ну, я понял. Анфитинг вваривали. Что-то подняли такое, да? Что-то поднимали и делали. Не, ну сетки сняли, сейчас точно поедет лучше еще. Я думаю, 0,1, 0,2 сняли точно уже. Ну, сюда картонки вытащили. Ну да, как на Газели. Ну там кто-то включил на вручную поток. Да, масляного. По-хорошему. Вон, у тебя есть, давай купим шланги. У тебя же есть? Да, у меня есть приспособа. Там стоит, она же с этим стоит, как он называется? С термостатом? С термостатом? Да, я покупал отдельный ККС термостат. С термостатом и, соответственно, ну шланги пустить, все. Да, шланги пустить. Единственное, что видишь, почему у них алюминиевые шланги там сделаны. Ты говорил, что там вибрации. Да, когда открывается термостат, я первый ставил, кузов коснулось, и вроде тихо. Клиент уезжает, приезжает, говорит, что такое. А там прям термостат открывается, прям ваааа. В салоне вообще невозможно. А у них там кит идет на каких-то резиночках проставочка? Да, да, да. У тебя нету его здесь? Или ты все поставил? Все поставил. Понял. Ну, может, вдруг в зипе, знаешь, как-то. Это на самом деле невероятная история, что вот так вот это все решается. Опять же. Да. У меня зип лежит всегда вот такие моменты. Раз приехала машина, поставил, это убрал, отремонтировал, положил, и она лежит. То есть, когда просто поширить поменять, ну, ты поменял, он там на прессу все перепрессовал. А когда вот такая проблема, что надо станок, то все, все, машина зависла. Это мне выгоднее быстро сделать и подъемник не занимать. Поэтому, да, вот я вымотил себе зип. Это хорошо, да, это супер вообще. Ну, сейчас, надеюсь, лямбдами решим, и тогда можно будет буста подкинуть. Так, здесь снимаются полностью сетки. Придется пожертвовать на время значком GTR. Но ничего страшного, я потом другие сетки поставлю. Обязательно. Так, ребят, я сейчас немного проехался, так сказать, в тестовом режиме на Геттере. Коля сказал, надо проверить. Поменяли местами лямбды, чтобы посмотреть, будут ли какие-то изменения. Если выскочит ошибка, то посмотреть, на какой стороне. Если та же сторона, то это проводка, если другая сторона, то это лямбда. Собственно, проехался, чек все так же загорелся на пятой передаче. Скинули лог на стройщик, он посмотрит и уже даст нам ответ. Ну, а мы будем, соответственно, дальше двигаться. Да, да, мы сделаем свечи, масло. В коробке. Да, фильтра поменяем. На сегодня с ГТР все дела сделаны. Завтра Коля будет, соответственно, продолжать по нему работу. Но самое главное, что сегодня его удалось сделать, еще и протестить. Что мне казалось невероятным, когда я узнал, что с колоколом у нас проблемы. Я еще поузнавал, что все-таки, если заребилдить колокол, да, ну, токарными работами, грубо говоря, то, в принципе, он ходит и 1000 плюс держит. Понятно, что если эта проблема будет постоянно появляться, да, то есть, там, меняешь колокола, делаешь их, ребилдишь, все равно эта проблема появляется, то тогда, наверное, да, надо брать уже тюн и на это выделять бюджет. Но пока это все работает, как бы понятно, что если там бюджет овер, то можно сразу все тюнинное купить и все. Пока, в принципе, вот так поездим, посмотрим, как колокол себя поведет. Ну и никаких звуков у нас дополнительных пока не появилось. Надеюсь, что все-таки это была проблема как раз в колоколе. Но она там была как бы прямо вот на вид. Также, как вы помните, я скинул сразу логи настройщику, настройщик отписался и сказал, что теперь у нас проблема по лямбди банк 1, то есть по другой лямбди. А это значит, что, с учетом того, что вы их поменяли местами, это значит, что дело не в проводке, а дело в самой лямбди. Скорее всего, она попала сбракованная. Такое бывает, такое часто бывает с широкополосками тюнинами, ну типа 4.9, да, бошевскими. Здесь, в принципе, такая широкополоска, но она просто идет, я так понимаю, под Ниссан, потому что коробочки у нее Ниссан, по-моему. Ну и, собственно, стоила она там подороже, потому что она, видимо, есть фишка Ниссан. А поэтому мы как сделаем? У меня есть одна лямбда, у меня было две лямбды, мои старые, одна из них плохо работала, поэтому мы поменяли две. Мы возьмем мою старую лямбду, которая хорошо работала и не давала никаких ошибок, поставим и протестим. И я надеюсь, проблема уйдет. Если проблема уходит, то можно дальше настраиваться. Ну, то есть уже откатывать побольше буст, ну и, соответственно, уже выходить на какую-то большую мощность. Что очень бы хотелось мне, на самом деле, показать время, результат. Сейчас, конечно, ну, мощности хватает, динамика просто невероятная. Вот, не знаю, чтобы вы понимали, как будто ты просто едешь на литровом свежем спортбайке. Я вот думаю, байкеры меня точно поймут, либо те люди, которые пробовали прокатиться, что такое ехать на литровом спортбайке. Вот это, в принципе, точно такая же динамика. Это что-то невероятное. Ладно, ребят, на этом серия наша подходит к концу. Спасибо, что ее посмотрели-то, во-первых. Во-вторых, спасибо всем огромное, кто покупает коллекционную наклейку «Лавра с драконом». Наклейки вам уже приходят по полной программе, это не может не радовать. Собственно, переходите по ссылке в описании stilovstore.ru и приобретайте наклейку «Лавра с драконом». Также, конечно же, у нас есть телеграм, где все самое-самое свежее сразу появляется. Поэтому тоже переходите в канал, сканируйте QR-код. Ну и с вами был Серега Стилов. Строите тачки, тренируйтесь и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok